Книга «Открытый моком», том 20, тема молитвы, вопрос 3372. «Пейчас в школе и везде все решает силы и деньги. Я отдал ребенка в кружок заниматься каратэ, но заметил, что в сыне появилась надменность. Есть ли молитва дарования и смирения?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «К молитве нужно исследование заповедям Христовым, отдача сердца Господу. Господи Иисусе Христе, исповедуюсь пред Тобою, что я от природы склонен к честолюбию и тщеславию, и что злой дух отравил мое сердце гордостью, которая есть с начала всякого греха. «Так что я часто грешил пред Тобою, присвоением себе собственной чести, и не помышлял, что всякая честь тебе единому подобает и не принадлежит никакой твари. Многократно презирал ближнего моего, слишком много доверял своим силам и часто полагался на самого себя. «Господи, смиренным, дающий благодать, а гордый противящийся, не умени мне этого греха и отврати от меня тяжкое наказание, коим ты угрожаешь гордым, предвосхищая, что ты не звергнешь и рассеешь их, и соделай, чтобы было мое любочесть изглажено и искуплено своим святым смирением. «Научи меня познавать мое окаянство и бояться высокого величества Божия, потому что я не иное что, как горсть земли, праха, гнилой труп, сосуд исполненной нечистоты, жалкий червь, греховное порождение, чада, гнева по естеству. Во грехе зачат и рожден я, в трудах и суете живу я, в страданиях и жалостным образом умираю, и кто знает, какой и где будет конец мой. «Я слеп в познании тебя, нем, хвале твоей, глух твоему слову, расслаблен для хождения по путям твоим, я ничего от себя не имею, кроме греха смерти и осуждения. А что я имею доброго, то твое есть, а не мое, потому что все, что имеет человек, все это получил от тебя. И потому тебе единому принадлежит честь, а не мне, но я часто похищал честь твою и через гордость присвоял ее себе, гордился и величался чужим добром, как неверный раб и неправедный домоправитель. Не потребуй меня, благий Божий к отчету, я не могу устоять, но даруй мне быть смиренным сердцем, простым словах, невысокомерным в делах, не восхвалять, но унижать себя в собственных глазах моих. Насадив сердце моем истинное смирение, да буду послушен тебе во всем, чему ты хочешь употребить меня, даруй мне совершать в простоте сердца дела, званию моему предназначенной, взирать не на свою, но на твою силу и помощь и ожидать ее с терпением. Помоги мне совершать с точностью мое дело тобою на меня возгожное и не замышлять того, к чему я не признан. Не дай мне впасть в такое заблуждение и такое безумие, чтобы надеяться собственной, своей силой совершить что-либо великое. Соделай, да помышляю, что сокровище мое ношу я в скудельном сосуде, не дай возникнуть в сердце моем презрению к моему ближнему и не даже к последнему из людей, потому что через смиренно совершаешь ты судьбы свои на земле и творишь дела великие. Им даешь ты благодать твою, чтобы они были твоими спасительными орудиями. Научи меня сохранять посредством смирения мир и единодушие, о Боже, мира. Научи меня, смиренный Господи Иисусе, следовать твоему примеру. Ты, который смирил и уничижил себя пред Богом, ангелами и человеками, да принесут в сердце моем плод слова твои. Научитель от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, не наружно, по одному только виду, но в сердце. Ты, Господь славы, смирил себя, а бедный червь в сердце человеческое гордится. Ты, смиренное сердцу, убегал всякой чести этого мира, а хотящие быть твоими чадами не могут насытиться мирской честью. О, когда, наконец, умру я мирской чести так, чтобы не почитать себя достойным никакой чести, ни жватью ни от кого научиться почитать себя за ничто. Не нравится самому себе, но быть противно самому себе, наказывать самого себя, почитать все дела свои за ничто, не стоящие из-за нечистоту пред отчами своими. Даруй мне так же, чтобы я не обманывался хвалой лицемеров, но помышлял, что я в тысячу крат более имею недостатков, да будет не уничиженно сердцем его сокровищем. И основанием всякой добродетели допоследуй святому твоему смирению, соделай, чтобы помышлял о реченном тобой условии. Но кто смирит себя, как дитя, тот есть больший в царстве небесном, так же, что высок Господь, и презирает нас, миренных на небеси и на земли, и что надирает нас, окрушенных сердцем. Да не соделай через гордость, мерзостью пред отчами твоими, через честолюбие хищникам у Бога, через высокомерие последователям и сообщникам Люцифера, отврати от меня все гордые мысли. Надменное телодвижение, пышные слова, и закучи сердце мое свое смиренное сердце, да обретет в нем душа моя покой свой и обитель свою вовеки. Аминь. Все виды самообороны доброе дело, только бы не перехватить через край, ибо сильных тянет покорять слабых, и они легко организуются в гитлерюгенды и в комсомольцах. Но все и во всем Бог. Чешутся руки, и Бог их обрубит, молись и утишься. Премудрость 22.4. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Премудрость 15.33. Страх Господень научает мудрости. И славе предшествует смирение. Премудрость Соломона 2.19. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть в слове его. Терахов 14.24. Отвратительно для гордого смирения. Так отвратительно для богатого бедных. Христос и Библия. Два слова повторяю. Любое напев свожу лишь к этим двум. Они одно, хотя не часто рядом. Приходят редко смертникам на ум. Христос и Библия. Не в заклинании суть. Вселенная пронизана двумя словами. Христос есть истина и жизнь, и путь. Все кривости веков тот путь не разломали. Христос и Библия. Разъединения были в 4 веке, в 10 веке пустынники. Второе засорили пылью. И на Руси их развели по разным телям. Меня, кто любит, слово соблюди. Как собирать? Чего не показали? У Пушкина есть образ батюшки-балды, который выпьет в пост и заедает салом. Где слова нет. Христос ненастоящий, не напоминающий Иисуса отдаленно. Жид сгромоздился за церковный ящик, торгуясь сигаретами-паленкой. Христа и демон сразу узнает. И что тебе до нас он повторяет? Средь кумача, октябрьских знамен, бесовские страшилища и ряхи. По Библии легко разоблачен в стектантов, батюшек. И все херетиков за словом Божиим гонялись палачи, смотреть на мир, как через перископ. Христос и Библия – учебная программа от люльки и до гробовой доски. Без знания Писания никто не ходит прямо. Он будет только абы как хрестись. Христос и Библия. И все лишь только к ним, за их поддержкой или одобрением. Весь о Христе, по слову возвестим, чтоб Дух Святой вернул слепцам их зрение. 15 декабря 2006 года. Игнатий Лапкин.